МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Крым. Реалии. Программа о том, как живет аннексированный Крым. Я Дмитрий Евчин. Паспортный туризм. Чтобы мне ехать за границу, мне надо в Хохлянджу ездить. Как крымчане стоят в очередях за украинскими паспортами? Освободит ли Путин украинских моряков? Как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны? Родители пленных украинцев гордятся своими детьми. Нет, говорит батя, я заднюю включать не буду. Если россияне лоханулись, я считаю, что они лоханулись как специалисты, как военные. Как стартовал курортный сезон в Крыму? Не ощущал. Поедут ли украинцы? Крым оккупирован, без вариантов. Кто уже загорает на крымских пляжах? Паспортный туризм популярен среди крымчан. Вот такие сообщения можно встретить в соцсетях. Женщина отчитывается о поездке автобусом из Симферополя в Херсон за украинскими паспортами для выезда за рубеж. Крым реалий выяснили, как работает бизнес и куда именно жители аннексированного полуострова выезжали за границу за последние пять лет. Суббота 8.45 утра. Отделение государственного предприятия «Документ» в Херсоне. Из микроавтобусов, припаркованных неподалеку, выходят люди. Записываются в журнал, выстраиваются в очередь на лестнице сервисного центра. Откуда приехали автобусами, рассказывают неохотно. Этот парень из Крыма согласился поговорить с нами на камеру. Из соображений безопасности мы не можем показать его лицо и специально изменили голос. Внутри сервисного центра людей в очередях направляет вот этот человек возле входной двери. Говорит, помогает в очереди по собственному желанию, работает водителем. Возит из Крыма желающих получить украинский загранпаспорт. Привез. Два человека у меня было. А вы как много сейчас крымчан? Сто процентов. Как крымчане централизовано автобусами ездят за паспортами в Херсон. В сообщении в Твиттере, с которого мы начали расследование, упоминается компания Бас Панда. На сайте предприятия с домином РУ отдельная закладка оформления украинских документов. Дело поставлено на поток. Звоним и спрашиваем, можно ли съездить за заграничным паспортом на материковую Украину и сколько стоит такой вояж. Это не рейсовый автобус, это маршрутки. Ну вот, то есть. Ага. 18-местные. Принтера. Семьферополь. Если она в два ночи выезжает, прибытие по 8 утра туда, в Херсон. Ну, пешком границу переходит. А сколько стоит? 300-200 сюда и обратно 500 гривен. Чаще всего крымчане приезжают за загранпаспортами в выходные, рассказал нам водитель одного из автобусов, который доставил крымчан в офис государственного предприятия документ. Мужчина согласился на интервью со спины. Ну, человек 100-150. Это по выходным будни, дни 50-60 человек. Но в основном едут из Симферополя, то есть вкладывается стоимость билета от точки... Симферополя. От Симферополя, да, с Керчи. Но в основном от Симферополя стоит 1000 рублей в билет. 1000-1500, 1200, смотря с каким перевозчиком. На автобусах дешевле, на автомобилях чуть дороже. До админграницы крымчан везут автобусами с крымскими номерами, затем пересаживают на транспорт с номерами материковой Украины, рассказывает водитель. И это звенья одного бизнеса. А вот что пишут пользователи Твиттера, под сообщением, с которого началось наше расследование. А как же мечта паспорт с курицей? Да и бандерасов не страшно. Не гребите всех под одну гребенку. Или считайте в Крыму и Донбассе всех предателями. Путину верите? Но если честно, то они нам жить не дают. Мало того, что в паспорты не попадешь, так еще и аптеки, и магазины выносят. Из-за этого и цены выше, чем по Украине. С ваших слов выходит, что все, кто проживает на оккупированных территориях, предатели. Тогда вы со Сталином и с коммуняками одной точки зрения. Мы расспросили крымчан на полуострове, ездили ли они за границу в последние пять лет и каким паспортом для этого пользовались. Я требовал из Германии по биометрическому, украинским паспорту. Ну, по Европе паспорту. Который вот такой, загранпаспорт биометрический. Я за это. Кто что дает, ами иди. Я за это. Если мне в России дали паспорта и сказали, будет работать, и можешь работать в России. Я пошла так. Украина дала, сказала, будет работать, все, иди. Я пошла так. Не делали у меня гранпаспорта. У меня просто муж в МВД работает, а у них там запрещаются, не советуют. Из-за этого я сама без мужа не поеду. Я сама из Украины, я даже не знаю. Украинского паспорта у меня за гранпаспортом нет, у меня не было возможности опорвать. Опять же, из-за того, что муж работает в полиции, я ездить в Украину не могу. Возможность, что есть, только визу надо было открыть. У меня дочка Виталия живет. Мы, я вот при Украине туда ездил. А при России еще не. Предлагали там через Украину получить, купить паспорт, получить паспорт где-то в Керсоне, потом через Украину поехать. Вот смотри, сколько денег платят, чтобы сюда приехать, отдохнуть. А я здесь живу. Во-первых, севастопольские за гранпаспорта нигде не действуют. Это раз. Чтобы мне ехать за границу, это мне надо в Хохляндию ездить. Мы под санциями. Наш паспорт, нам нигде визу не дадут. В узкой песне, как поется, не нужен нам берег Турецкий, и Африка нам не нужна. Никогда не выезжала, не собирала. Я всю свою страну объездила. Всю, всю Камчатку. Нет, мы живем за границей. Но украинские за гранпаспорта выдают не всем крымчанам. Нежелательных лиц просто не пропустят на админграницы и в Херсон они не доедут, объясняют в Госпогранслужбе. Мы пользуемся базами данных, где есть информация в том числе и от других правоохранительных органов о лицах, совершивших преступления и разыскиваемых. Также мы обращаем внимание на граждан, которые едут впервые. Никогда не ездили, а тут вдруг гражданин едет. В наших базах данных содержится информация о тех паспортах граждан Украины, которые остались невыданными на момент оккупации. То есть это чистые бланки. Никаких дополнительных документов для оформления за гранпаспорта у крымчан не требуют, пояснили в Государственной миграционной службе. Процедура одинакова для всех граждан Украины. С начала весны 2014 года по настоящее время оформлено более 166 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Из них более 78 тысяч заказаны из подразделений Херсонской области. Главное требование миграционной службы крымчане должны подтвердить свою личность и свое украинское гражданство. Дмитрий Евчин, Ирина Домащенко, Никита Исайко. Крым. Реалии. Путин заговорил о пленных украинских моряках во время своей прямой линии. Президента России спросили о перспективах минских соглашений после того, как трехстороннюю контактную группу покинул Виктор Медведчук. И вот что он ответил. Совсем недавно он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива. Ставил вопрос об освобождении еще и ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах решения свободы в Российской Федерации. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине. Украинские моряки, задержанные недалеко от Керченского пролива, разменная монета в руках России. Это уже слова министра иностранных дел Украины Павла Клинкина. Пленных украинских военных Кремль используют для достижения своих целей во время международных споров, считает министр. Мои коллеги встретились с родителями моряков, которые служили в Крыму до аннексии. Как ребята не из морских городков оказались на флоте и почему мечтали о матросской тельняшке? Почему остались верными украинской присяге во время аннексии? Мы в 30 километрах от российской границы. Украинское село Глазовое в Сумской области. 10 лет назад отсюда в Севастополь уехал Богдан Небылица. Парень поступил в лицей при военно-морской академии Нахимова. До этого лишь один раз видел море. Когда? Вот как 9 классов окончил, так и увидел. А также некогда было ездить, если честно. Некогда, трое детей. После того, как Богдан приехал с известием, что поступил в Севастопольский военно-морской лицей, и это мы праздновали, наловили раков, купили пиво, пригласили родственников, соседей. Вот в этой школе учился ее Богдан. Ну, окончил не на отлично. Такая красивая школа. Закрыли ее, потому что мало детей. Богдан успешно сдал экзамены в 5 вузов. Среди них университет Шевченко и Киевский институт международных отношений, но выбрал Академию Нахимова. Мы хотели, чтобы он был в Киеве. Тут удобно ехать. Нет, Севастополь. Только Севастополь. Если туда поступил, все. Только туда. Даже не обсуждается. Я. Я, правда, в слезы. А отец говорит, это выбор его. Все. Вот, все. В разгар аннексии Богдан не звонит родителям. Они узнают его на этой фотографии и этом видео. К душу тела мы положим за нашу свободу. Курсанты спели гимн Украины, когда над их академией поднимали российский андреевский флаг. Отец рассказывает неизвестные ранее подробности. Когда они спели, их построили и стали офицеры их воспитывать. А они говорят, а вы уже не наши офицеры, у вас уже форма другая. И они решили ночью срезать этот флагшток. Они приобрели инструмент, но их один офицер отговорил, потому что говорит, ребята, за это будет тюрьма. Елена помнит своего ученика Ани Болитцу целенаправленным и жаждущим знаний. В силу своего характера он просто не способен на предательство. Вот это у него, кстати, еще со школы, даже, наверное, с детства. И он из-за многих заступался из-за этого. Богдан окончил академию уже в Одессе. Служил на ракетном катере «Прилуки». В 2018-м моряка назначили командиром малого бронированного артиллерийского катера «Никополь». Его строили прямо на глазах Богдана и команды. Отец вспоминает, что сын знал, идти в сторону Керченского пролива рискованно. Другие этого избегали. Рапорты писали о переводе на другой корабль по семейным обстоятельствам. На больничный, ну то и знали, куда идут. Говорю, Богдан, ребята увольняются, а ты? Он, нет, говорит батя, я заднюю включать не буду. Богдан больше полугода в российской тюрьме. За это время из родных видел только маму. Именно Валентина научила сына улыбаться, как бы трудно ни было. На суде мы старались не плакать, с ним смеялись. Чем больше смеешься, тем больше придаешь себе бодрости. Ты, говорю, больше улыбайся, даже если тебе плохо будет. Ты погано будет. Ирина, жена мичмана Юрия Будзилла, читает его письмо из следственного изолятора. В первых строках своего письма хочу сообщить, что у меня все по-прежнему. Нахожусь на отдыхе непредвиденном. Он управлял буксиром «Ины Капу». В переводе с крымско-татарского это «новые ворота». Именно на этот буксир наваливался российский корабль. Я кричала, это невозможно. Посмотрите, как его бьют, потому что я знаю, что он там. А внук говорит, где там? Там дедушку видно? Нет, говорю, его не видно, потому что он держит свой буксир. Супруги 12 лет вместе. Юрий воспитывал внука Ирины как родного. В представлении Дании деда похитили пираты. На черных кораблях. На черных таких. Есть такие черные корабли и там пираты. Она вспоминает, как впервые увидела в Одессе буксир, где служил муж. Он называл судно своим домом. Я сказала, что это такое? А он говорит, это мой корабль. Я некорректно говорю так. Это какое-то корыто ржавое. Он сказал, что все сделаю. Так и поступил. Трубы переваривал, палубы сваривал, бортики сваривал. В Крыму Юрий служил в военно-морских силах Украины. Во время захвата полуострова оказался в российской осаде на озере Дунузлав. Когда выезжал домой, не знал, это еще Украина или уже нет. Он звонил, если была связь, потому что там ее глушили. И кричал, мы еще Украина? Я говорю, да. Мы еще ничего не захватили, не подписали. Нет. Я думала, что какие-то бомжи приехали. Во-первых, заросший, охрипший, почти без голоса, на нервах, глаза испуганные. Было очень страшно на них всех смотреть. И они говорили, мы так боялись, что мы въедем. И не дай бог, мы уже не Украина. Далеко от моря, в Кировоградской области, Николай встретил нас в Тельняшке. Он – отец командира расстрелиного катера «Бердянск» Романа Макрика. Сам 7 лет служил на Северном флоте. Еще маленьким брал Рому с собой на корабль. Он еще маленький был. Около трех лет ему было где-то. И у меня на корабле, на моей кровати спал. Мы с ним помещались. Так моряки и мои, и из других подразделений таскали его. Маленький ребенок для них был как игрушка. Мичман Николай Макрек считает, что Россия проиграла бой, когда захватила украинские военные суда. Если россияне лоханулись, а я считаю, что они лоханулись как специалисты, как военные, большого ума совершить навал на буксир не надо. Если по-сельски, по-простому сказать, что такое буксир – это мощный трактор, который тягает суда. Они наехали на него своим БМВ. Несмотря на то, что катер Бердянска обстреляли и трое мужчин получили ранения, Николай горд за украинских моряков. Молодцы ребята, что не бросили, пошли вместе. Мы вот флот своих не бросает. Его сын не струсил и в 2014-м. Роман был на больничном после операции, но, услышав об аннексии, рванул в Крым. Там он служил на единственной в Украине подводной лодке «Запоружье». Часть подводников переприсягнули России. Только 30 и сотни не забыли о клятве. Он всегда мне говорил, все хорошо, нас здесь не обижают, все нормально. Уже позже я узнала, что не очень там было хорошо. Даже смертельно опасно. Мы были у семьи Романа зимой. Сейчас его отец по контракту воюет на Донбассе. С верой, что на море Украину вскоре будет защищать его сын. Из маленького, как говорят россияне, маленький флот. Из этого маленького возродится наш флот. Даст Бог, будет. В интервью нам министр иностранных дел Украины сказал, что Россия должна освободить моряков без всякого торга. Россия хотела хлопать. Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Использовать их как рычаг. Просто их на что-то обменять. Сейчас есть решение, очень четкое о том, что они будут освобождены. О том, что весь мир говорит уже долгое время. Семьи всех 24 пленных моряков следят, выполнит ли Россия решение Международного трибунала по морскому праву. В соответствии с ним она должна была немедленно освободить украинцев. Мы тебя, сынок, очень-очень любим. Гордимся тобой и верим, что скоро встретимся. Он сказал, что флот не предаст. Более 7 миллионов отдохнут в Крыму летом, прогнозируют российские чиновники. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Аксенов заявил, отдыхать на полуостров массово едут украинцы. Российские СМИ отчитываются, крымские пляжи уже переполнены. Что из этого правда? Заявления чиновников и медиа, контролируемых Россией, против фактов, фото и видеодоказательств. Итак, как стартовал курортный сезон в Крыму? С начала лета российские телеканалы рекламируют отдых в Крыму. Журналисты со скал прыгают. Ничего никогда круче, страшнее не ощущал. Верхом ездят. Кто устал от городской суеты, может вот так верхом на лошади прогуляться на знаменитые крымские горы. И на парапланах летают. Отсюда, сверху, крымские пляжи кажутся просто бесконечными. Реклама Крыму не помешает, и на это указывает статистика. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, интерес россиян к Крыму падает. В 2018-м отдохнуть на полуострове хотели 37% граждан России. В этом году таких 31%. Почему же россияне уже не так охотно едут в Крым, объясняет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Нормальный русский турист, он не ездит в оккупированный Крым. Не ездит. Это госслужащие, так называемые бюджетные туристы, которые реально денег не тратят. Живут там в полусоветских санаториях. Именно не в гостиницах, а в санаториях. Для них это жизнь. Они находятся в смеси российской и советской ментальностей. А нормальные россияне, посмотрите, они все в Турции. Это же выбор даже российских граждан. Не ехать в оккупированный Крым. Украинцы с материка массово едут отдыхать на аннексированный полуостров. Об этом россиянам рассказывают в телевизоре. Сергей Аксенов отметил, среди иностранцев, приезжающих на полуостров, именно граждан незалежные больше всего. Российские интернет-ресурсы пишут. В мае, как только сезон начался, количество украинцев, которые пересекли админграницу с Крымом, увеличилось в два раза. Украинцы якобы едут и отдохнуть, и Керченский мост увидеть. В Госпогранслужбе Украины ажиотажа не замечают. Ситуация с отдыхом, она также во многом натянута российскими СМИ. Потому что резкого увеличения количества украинцев, которые едут именно отдыхать, мы не замечаем. Если говорить языком цифр, за май этого года админграницу пересекли где-то 197 тысяч человек, а за май прошлого года их было около 190 тысяч. То есть увеличение несущественное. И говорить о каком-то резком наплыве тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно. Действительно ли украинцы хотят отдыхать в Крыму? Мы спросили об этом на улицах Киева. Ну, поехала бы, но не поеду, потому что он не наш. Ну, во-первых, дорого и сервис. Мне кажется, в Турцию лучше поехать, чем в Крым. Конечно, поехал бы, если бы была возможность. Но Крым оккупирован. Без вариантов. Это исключено. Ни в коем случае в Крым не поеду. И мало того, я не могу уже пять лет поехать на могилы предков в Россию, пока Крым не будет освобожден. Однозначно. В Крым? А для чего мне Крым, если есть Карпаты? Также спрашиваем у людей на админгранице в Херсонской области, следующих с материковой Украины в Крым. Едут ли они на полуостров ради отдыха? А вы едете на отдых в Крым? Нет, я там живу. Дети? Конечно, на море. Ну, едем к бабушке просто. А у вас там? А у вас там отдыхаете? Ну, детей надо же отвезти куда-то. Ну, да, домой отдыхать. А вы там живете? Нет, живу в Херсоне, но сам из Крыма. На юбилей. Ого, да. Нашей старшей сестре 85 лет. Отдыхать едете в Крым? Конечно. Далеко? Севастополь. Мы искали отдыхающих из материковой Украины на крымских пляжах, но встретили только россиян. Алексей из Екатеринбурга. Море шикарное, пляжи отличные. Из Краснодара. В Крыму уже второй раз. Вчера проезжали мимо Евпатория и очень понравилось. Из Краснодара приехали. Здесь как бы такое еще неизведанное место. Мурманская область. Мне нравится практически все. Природа красивая, море, пляжи. Мы из города Челябинска. Мы впервые здесь впечатление пока еще не получили, потому что только приехали первый день. Подмосковье. Ну, как-то привычно, все свое, родное. Поэтому мы ни разу не были ни в Турции, ни в Сочи ни разу не были. Я вообще житель Москвы. Я отсюда приезжаю к бабушке на лето. Из Иркутской области приехал город Устилимск. Чистое море, приветливые люди. Как же организовать отдых в Крыму? Мировые системы интернет-бронирования жилья с отелями на полуострове не сотрудничают. На популярном сайте Booking отвечают «заказать невозможно». Другой ресурс Airbnb на любой запрос по Крыму отвечает «ничего не найдено». Зато турфирмы, зарегистрированные в Украине, предлагают отдохнуть в Крыму. Например, компания «Кандагар» бронирует жилье по всему полуострову. На сайте туроператора указано. Двухместные апартаменты в санаторном комплексе «Мрия», недалеко от Ялты, на две недели в июле обойдутся более чем в 5000 долларов. Звоним в турфирму, чтобы забронировать номер в «Мрии». Нам отказывают, бросают трубку. В мае отель «Мрия» класса «Люкс» получил премию от британской организации World Travel Awards как ведущий европейский курорт для отдыха. Это хороший знак для всей России. Мы можем предоставлять сервис международного уровня. Самвел Царуханян, генеральный менеджер «Мрии», находится в розыске на сайте «Миротворец». Неправительственная организация обвиняет его в попытках легализации аннексии и незаконной деятельности в Крыму. Отель «Мрия», которым руководит Царуханян, под санкциями США с 2018-го. Конечный владелец отеля – другая компания санкционных списков – Сбербанк России. То, что «Мрию» отмечают международными наградами, возмущает украинских дипломатов. Мы осуждаем решение World Travel Awards включить «Мрия Резорт энд СПА» в оккупированном России Крыму в список европейских номинантов 2019. Это не что иное, как стыд и поддержка нарушения международного права России. С 2018 года курорт «Мрия энд СПА» под санкциями США, потому что Крым – это Украина. Обновить в этом году туристический рекорд обещает министр курортов и туризма Крыма подконтрольной России Вадим Волченко. По его словам, по состоянию на конец мая на полуострове за год уже отдохнули около миллиона человек. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Фото с камер слежения на популярных пляжах свидетельствуют о другом. В конце мая людей почти нет, а Керченский мост, по которому должны ездить тысячи российских туристов, пустует. Крымчане ждут своего туриста. Я жду туристов, добрых, отзывчивых, которые готовы финансировать свое жилье здесь, отдых. Мы всегда рады отдыхающим. В основном приезжают россияне. Мы всегда ждем туристов с регионов, да-то все. Сейчас железнодорога включится и все будет, я думаю. Может быть условия их не устраивает, наши немножко как тяжеловато, все-таки мы как после Украины вот это. Но мы надеемся на то, что у нас все-таки будут туристы. Дмитрий Евчин, Никита Исайко, Крымреалии. Крымреалии приглашают к диалогу крымчан. Электронный почтовый адрес можно увидеть внизу экрана. Пишите нам, как вам живется в Крыму, что вас беспокоит и чем украинцы с материка могут вам помочь. Это была программа Крымреалии. Мы показываем, что происходит в аннексированном Крыму. Смотрите нас в ютубе и соцсетях. До встречи через неделю.